Акимов обязали встречаться с населением на постоянной основе. Указ подписал президент. Согласно документу, чиновники должны составлять план на предстоящий год и утверждать его с Маслехатом не позднее 15 января. Также определена периодичность встреч. Акимов областей предписано проводить такую работу два раза в год. Главам городов республиканского значения четыре раза. Столько же собраний должно состояться у руководителей сел и районов. Причем главное требование не увлекаться докладами, а проводить диалог в формате вопроса-ответы. Кроме того, жители могут потребовать встречи с Акимом населенного пункта вне зависимости от его планов. Сессии должны сопровождаться обязательной онлайн-трансляцией в социальных сетях с возможностью оставлять комментарии. Акимы должны встречаться с населением как можно чаще. Такое мнение высказали опрошенные нами казахстанцы. Они также рассказали, что какие бы вопросы задали руководителям населенных пунктов. Рубрика «Блиц». Далее. Это правильно. Это он ближе к народу будет. Советы будет слушать. Потому что он же не видит, как люди простые живут. Они с людьми стараются не общаться. Хотелось бы, чтобы они больше с народом были. Я могу это сказать, на проценты 80-90 они не открыты. Во-первых, это в экономическом плане. То, что происходит у нас за границей. Что эта ситуация не коснется нас. Не коснется конкретно города. Сейчас основная проблема жилья. Сейчас все молодые семьи квартиры снимают. Лучше за это деньги оплатили бы свою ипотеку. Это было бы намного лучше. На левом берегу, например, есть вопросы. Дома, жилые дома. Где вокруг нету делений. Вот у нас часто поднимается вопрос Стал-де-Коля. Касательно лично Акиму. Тоже как бы проходит мимо. Хотелось бы, чтобы по суше было в данное время года. Снег вывозился вовремя. Там вопросов много. Сейчас все не вспомнишь, наверное. Потому что не может. Даже Аким, он не может. Даже через замов. Он не может ходить по городу круглые сутки и смотреть непосредственно, что где происходит. Конечно, Аким должен отчитываться хотя бы раз в три месяца, раз в месяц. Чем чаще, тем лучше. Как зовут Акима Нурсултана? Я языки вверх, все забыла. На данный момент, честно, не знаю. Назовите, пожалуйста, имя любого Акима в Казахстане. Алтай Кульгинов. Назовите имя самого заметного Акима Казахстана. Казахстана? Нет такого, чего Казахстану нет. Новые кадровые перестановки в антикоррупционной службе. Касам Жумартукаев подписал распоряжение о назначении замов председателя ведомства. И первым заместителем стал Дмитрий Малахов. В разные годы он работал в органах внутренних дел, финансовой полиции. Прошел путь от следователя МВД до зама департаментов регионального и центрального аппарата финансовой полиции и НАЦБюро по противодействию коррупции. Асхат Жумагали занял кресло заместителя председателя антикора. Свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры. Прошел все ступени от исполнительного звена до руководителя регионального департамента. Крупный наркоканал ликвидирован в Казахстане. Двух подзреваемых в сбытии психотропных веществ через интернет-ресурсы задержали сотрудники ДКНБ в Актобе. У них изъяли около двух килограммов мефедрона. Под стражу попали еще двое участников наркогруппировки, у которых при обыске обнаружили почти три килограмма синтетики. Наряду с этим в Восточно-Казахстанской области задержали подзреваемого в транспортировке наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. Предварительная стоимость изъятого превышает 114 миллиона в тенге. В Алматы задержали похитителей табличек с аллеи героев в парке имени 28 героев гвардейцев-панфиловцев. Полицейские нашли автомобиль, на котором передвигались трое подзреваемых. Все они жители одного из поселков Алматинской области. Злоумышленники признали, что украли чугунные таблички и буквы из латуни для дальнейшей сдачи в пункт приема металла. Стражи порядка отследили маршрут сбыта похищенного. На вандалов завели уголовное дело. Боевые столкновения в Украине продолжаются уже 12 дней. Одна из самых горячих точек в стране – это город Харьков. Ночью обстрелу подверглась жилая многоэтажка. Предположительно, в нее попала ракета. Авиаудары были также нанесены по местному университету, общежитию. И об этом сообщают украинские СМИ. Критическая ситуация сложилась также в Мариуполе. Из-за бомбардировки город остался без воды и света. А в столице Киеве продолжает действовать комендантский час. Между тем, вооруженные силы России после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона к Владимиру Путину объявили о режиме тишины и открытии гуманитарных коридоров из нескольких городов Украины. Тем не менее, в Киеве заявляют, что предыдущие подобные объявления заканчивались ничем. Режим тишины не соблюдался. Касым Жумар Тукаев поздравил казахстанских женщин с праздником. Президент отметил, что в стране созданы все условия для их самореализации в самых разных сферах. Женщины сегодня находят свое призвание в образовании, здравоохранении, в культуре, спорте и на производстве. По словам главы государства, в любом деле они проявляют профессионализм и ответственность. Тукаев также добавил, что республика вступила в период системной трансформации и политических преобразований. Он выразил уверенность, что наши женщины станут движущей силой нового Казахстана. Президент пожелал каждой здоровья, счастья и благополучия. Порядка 10 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, проживают в Акмолинской области. Одна из них – Зейнеп Искакова. 8 марта отмечает свое 104-летие. На ее доли выпало непростое время. Голод 30-х годов, Великое Отечественное, освоение Целины. В преддверии дня рождения с именинницей встретились наши корреспонденты и взяли на заметку простые секреты долголетия. Зейнеп Искакова родилась в 1918 году в Корголжинском районе. С ранних лет ей пришлось пережить немало тягот, лишений трагических событий, связанных с коллективизацией и голодом. Молодости встретила и войну. Тогда на ее плечи, кроме непосильного труда в тылу, легла забота о семье и близких. Все мужчины ушли на фронт. Много осталось в селе вдов, сирот. Все мы работали на поле – женщины и дети. С ними и я. Вспахивали землю с помощью буков. С раннего утра до ночи. Зейнеп Папа упорно потрудилась и после войны. Десятки лет вместе с супругом они жили на отгонных пастбищах, дали от села и людей. После того, как муж вышел на пенсию, женщина вместо него работала в колхозе. Меня поставили чабаном пасти овец, так как до этого я все время была с мужем. Помогала ему вести хозяйство. Мне удавалось перевыполнить план – увеличивать поголовье. Сегодня Зейнеп Искакова – мать большого семейства. Она вырастила пятерых детей, воспитывает больше 20 внуков и 10 правнуков. Мы хотим, чтобы она всегда была с нами. У нас всегда сердце болит за нее, хоть нам самим уже по 70 лет. Жизнь у нее была нелегкая. Она всегда жила заботами хозяйства, детей. Делала все, что могла и умела. Несмотря на почтенный возраст, Зейнеп Папа ко всему проявляет интерес. Она читает газеты, рассказывает истории своей жизни. По словам близких, до своего столетия она нередко ходила в гости в соседние села. Без ее участия не проходило ни одно мероприятие. Может прийти в Акимат, устроить нам сбучку. На День Победы она всегда приходит в Парк Победы. Бабушка Зейнеп, она когда, знаете, даже идет в сторону парка, когда она сама прогуливается, мы рады. Знаете, мы просто рады видеть бабушку, так как мы радуемся, вернее. Знаете, почему? Потому что в таком возрасте такой человек, что она может сама ходить. Родные и близкие причину долголетия Зейнеп Папа объясняют постоянным трудом и активным образом жизни. Сама же долгожительница не отпускает гостей без своего бота благословления. Аслана Буталипов, Виктор Поляна, Акволинская область, Хабар, 24. В Хазлардии, где сейчас насчитывается более 10 тысяч людей с особыми потребностями, активно развивают безбарьерную среду. В городе открылся первый центр поддержки. Там можно получить консультации по юридическим вопросам, заняться творчеством и даже открыть свое дело. Кристина Алмаз-Хаза об этом подробно. Ерлан Тулегенов не привык сидеть без дела. Вместе с родственниками развивал хозяйство в родном селе. Около шести лет назад стали болеть суставы, возникли проблемы с позвоночником. Тогда мужчине присвоили вторую группу инвалидности. С тех пор отец пятерых детей увлекся механикой и техникой. Сам научился ремонтировать инвалидные коляски. Смотрел ролики в интернете, спрашивал у мастеров. Учился работать со сваркой, изучал, как устроен механизм. Ежедневно ремонтирую одну-две коляски. Определенной платы за работу нет. Каждый клиент дает столько, сколько может. Я рад, что могу быть полезным обществу. Свои услуги Ерлан Тулегенов и еще 16 различных мастеров оказывают в первом в городе центре поддержки инвалидов. Здесь имеется массажный кабинет, швейный цех, обувная мастерская, магазин изделий, ручной работы. Среди людей с особыми потребностями много талантов. Кто-то прекрасно поет, кто-то танцует, сочиняет стихи, играет на дамбре. Здесь мы стараемся раскрыть эти таланты, помочь человеку поверить в себя. Мы проводим концерты, наши ремесленники участвуют в выставках и ярмарках. Организовываем мастер-классы, помогаем продавать изделия через социальные сети. Главная наша цель – помочь людям с инвалидностью обрести новые навыки, реализовать собственные идеи, помочь найти друзей и единомышленников. Никакая арендная плата не взымается. Наоборот, стараемся привлекать желающих к участию в госпрограммах. Кроме того, в нашем центре можно получить консультации по госуслугам. Пока это единственный в городе подобный центр – пилотный проект. Ожидается, что в скором времени такие же будут открываться в разных частях Казаларды и пригородных населенных пунктах. Кристина Алмаз, Коза, Альхайдар Турлыханов, Казаларда, Хабар, 24. На этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok